О том, что на российских дорогах существует такое явление, как агрессивное вождение, признали даже депутаты Госдумы. Весной этого года в федеральном парламенте рассматривали законопроект штрафовать лихачей на сумму до 5000 рублей. От нововведения отказались. Что считать водительской агрессией? Постоянную тягу кого-то подрезать или обгонять, или же элементарное незнание правил дорожного движения? Педаль в пол, игра в шашки. Предсказать следующий маневр не могут, кажется, сами любители агрессивной езды. Большинство аварий, по словам экспертов, происходит именно по вине лихачей. Возможно, вскоре за такой стиль езды водителям придется платить. МВД предлагают дополнить правила дорожного движения понятием «опасное вождение». Согласно проекту, к рискованным маневрам отнесли несоблюдение дистанции, резкое ускорение и торможение, перестроение бесповоротников и препятствование обгону. Словом, все, что может способствовать возникновению аварий или помешать другим автомобилистам. В городе сейчас очень проблематично стало проехать. Подрезают, перестраиваются, не включая поворотные указатели. Не дают проехать, если транспортные средства имеют какое-либо преимущество. Что приводит к происшествиям. Пока человек не попадется один раз, два раза и уже существенно ему тогда по карману ударит, тогда он и будет принимать какое-то решение. За создание аварийной ситуации на дороге предлагают ввести штраф от 500 до 5000 рублей. Ловить опасных водителя планируют так же, как и любители превысить скорость, с помощью камер, фото и видеофиксации. Сами водители инициативу введения наказания чаще всего поддерживают, однако считают, что лишать за это водительского удостоверения не стоит. Ну, потому что подвергают жизнь опасности не только себя, но и других людей. Потому что безопасность превыше всего. Вот у меня сзади внуки. Безопасность – это самое важное. Есть, ходят дети маленькие с родителями, правильно? В городе. Пусть лихачи ездят на трассу, там где-нибудь от города подальше. А в городе, правильно? Нужно ехать как положено. Новый термин вводится с оглядкой на зарубежный опыт. В ряде стран определен перечень недопустимых действий, попадающих под термин «опасное вождение». Подрезание при обгоне, резкие маневры, злоупотребление звуковым сигналом. В Германии применяется штраф в 250 евро и лишение прав на три месяца. В Австралии – 5,5 тысяч долларов. В Великобритании и 11 штатах США водители наказывают реальным тюремным сроком. В Японии – с правительными работами. В России необходимость такого термина обсуждается уже три года. В 2013 году идею поддержал премьер Дмитрий Медведев, который в августе этого года поручил разработать необходимую нормативную базу.